Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я рада вас приветствовать от Центра гравитационной хирургии крови и гемодиализа Детской больницы Святого Владимира. От себя лично хочу сказать, что большая честь для меня участвовать в сегодняшней конференции, посвященной памяти и моего учителя Нины Алексеевны Коровиной. Тему, которую я выбрала для презентации, казалось бы, несложна, достаточно известна многим. Но я очень хочу, чтобы на проблему хронической болезни почек мы сегодня посмотрели несколько с другой стороны. А для этого есть основания. Совсем недавно вступил в силу федеральный закон, вернее, поправки к основному закону об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации, которые касаются клинических рекомендаций. Этот федеральный закон дополнен статьей, определяющей клинические рекомендации, как документы, основные, содержащие самую современную информацию по вопросам диагностики, профилактики, лечения, наблюдения, реабилитации за пациентами, в нашем случае с хронической болезнью почек. И этот закон вступил в силу с 1 января 2022 года. Это значит, что мы имеем с вами возможности более четко, возможно, более быстро. И я надеюсь, более качественно диагностировать и лечить наших пациентов с подозрением или подтвержденным диагнозом хронической болезни почек. До 31 декабря 2021 года клинические рекомендации были представлены на рассмотрение, были внесены поправки. И на сегодняшний день они имеют вот такой завершенный вид. Хроническая болезнь почек, категория 10, год утверждения 22. Второй, хочу сказать, что это достижение для всех нас, для всех нас, кто участвовал в написании этих клинических рекомендаций, потому что они первые. До настоящего времени мы пользовались клиническими рекомендациями, экстраполированными из взрослой практики. В написании, в разработке клинических рекомендаций принимали участие специалисты ведущих медицинских, научных, учебных, клинических учреждений не только города Москвы и федеральных учреждений в том числе. В состав рабочей группы вошло достаточно большое количество авторов, и многим из вас эти авторы известны. Это основные специалисты в своем направлении, нефрологи, диетологи, вакцинологи, хирурги, трансплантологи, специалисты заместительной почечной терапии. Вот такая большая группа была создана для того, чтобы написать эти клинические рекомендации. Абсолютно классические разделы клинических рекомендаций, я не буду на них останавливаться. Хочу только сказать, что то, что мы предлагаем на сегодняшний день в качестве клинических рекомендаций для наших специалистов, педиатров, детских нефрологов, любых специалистов, работающих с пациентами с хронической болезнью почек, это не ограничение свободы, это возможность пользоваться знаниями, подтвержденными данными, выстраивая индивидуальные алгоритмы для каждого пациента. Я говорю это не просто так. Многими, даже известными специалистами, клинические рекомендации часто воспринимаются как ограничение свобод. На самом деле это расширение наших свобод и возможности принятия решения коллегиально. Потому что каждый, кто будет пользоваться клиническими рекомендациями, по сути, работает вместе с авторами. Хочу напомнить, что такое хроническая болезнь почек, хотя, может быть, в этом и нет необходимости. Стойкая, длительная, более трех месяцев нарушение любой функции почек и является хронической болезнью почек. В критериях хронической болезни почек не только снижение скорости клубочковой фильтрации, но один или два достаточно простых и очень очевидных маркера. Это маркеры, касающиеся лабораторных показателей, методах визуализирующего исследования. Это аномнистические данные, как то, например, трансплантация почки у ребенка с идеальной функцией трансплантата. Это ребенок с хронической болезнью почек, несмотря на идеальную функцию трансплантата. Итак, принимая к сведению маркеры почечного повреждения и выявляя у каждого подозрительного пациента эти маркеры, мы определяемся со стадией хронической болезни почек от первой до пятой. Это табличка, входящая в клинические рекомендации. Помимо скорости клубочковой фильтрации, для определения категории скорости клубочковой фильтрации и стратификации риска прогрессирования почечной недостаточности, мы используем также уровень альбоминуреи. Многим это знакомо. Я представляю эту известную табличку для того, чтобы еще раз остановиться на очень важном маркере, персистирующей альбоминуреи с соответствующими показателями, определяющей низкий, умеренный, высокий и крайне высокий риск прогрессирования хронической болезни почек. Все, что изложено в клинических рекомендациях, действительно можно уложить в один большой алгоритм. Это алгоритм, который позволит диагностировать хроническую болезнь почек, а значит определить пациента в определенную диспансированную группу, третью, пятую. Выявить основные синдромы и, стало быть, определиться с тактикой коррекции, медикаментозной коррекции, немедикаментозной коррекции основных синдромов хронической болезни почек. Определить стадию для того, чтобы следить за прогрессированием хронической болезни почек и изменять тактику своего наблюдения и лечения у пациента с более продвинутой стадией хронической болезни почек. Определять темпы прогрессирования, о чем я только что говорила. Решать о времени и необходимости проведения заместительной почечной терапии, сроках начала заместительной почечной терапии, в виде заместительной почечной терапии, готовить пациентов полностью соматически, иммунологически к проведению трансплантации почки и наблюдать наших пациентов после трансплантации почки. И все это в этом диагностическом алгоритме. В клинических рекомендациях очень большая информативная база, которая включает в себя информационную базу, включает в себя таблицы, формулы, схемы. И вот знакомые нам формулы, базовые формулы для расчета скорости клубочковой фильтрации также представлены в клинических рекомендациях. Напоминаю, что у нас есть универсальный механизм, который позволяет нам быстро, срочно в данный момент рассчитать скорость клубочковой фильтрации и уже начать диагностировать диагностические шаги в данной ситуации у данного пациента. Именно поэтому она прикроватная, пользуемся формулой Шварца, модифицированной формулой Шварца, определение скорости клубочковой фильтрации по цистатину. Единственное, я хочу отметить, что многие применяют эти формулы для расчета скорости клубочковой фильтрации у здоровых детей. Это невозможно запретить, но доказательной базы в данной ситуации нет. Это единственное, что ограничивает нас от применения этих формул у здоровых пациентов наших. Хотя, если мы используем определение скорости клубочковой фильтрации у пациента подозрительного на формирование развития хронической болезни почек, то динамическое определение скорости клубочковой фильтрации с интервалом в 2-3 месяца может играть свою основную, основополагающую роль для своевременной диагностики хронической болезни почек у детей. Конечно же, существуют педиатрические аспекты, и они не только в определении стадии хронической болезни почек, вот о чем этот слайд. Мы не можем и мы не ставили перед собой задачу просто переложить клинические рекомендации из взрослого возраста на детский. Хотя, внимательно читая, ознакомившись с литературными данными, вы поймете, насколько большая база, насколько много центровых исследований и метаанализа было проведено в исследовании различных синдромов хронической болезни почек у взрослых пациентов, чего не сделано, к сожалению, у детей. И, конечно же, это большая работа, и она еще вся впереди. Так вот, педиатрические аспекты, начиная с расчета скорости клубочковой фильтрации, особенно если речь о самом понятии хронической болезни почек, особенно речь идет о новорожденных детях, которые, в частности, могут родиться с потребностью в заместительной почечной терапии, а значит, имея, по сути, хроническую болезнь почек терминально в пятой стадии буквально с первых суток жизни. Очень аккуратно мы даем заключение по хронической болезни почек, рассчитывая скорость клубочковой фильтрации детей младше двухлетнего возраста. И в клинических рекомендациях представлена следующая таблица по нормативным значениям скорости клубочковой фильтрации здорового детей в возрасте до двух лет. Конечно же, успех лечения, диагностики прежде всего и лечения хронической болезни почек – это ориентированность не только врача, и это ориентированность и пациента. Потому что ряд симптомов мы замечаем чуть позже, чем их замечают близкие наших детей – родители, бабушки, дедушки, опекуны, официальные представители, вот такое официальное название, длительная анемия неясного происхождения, артериальная гипертензия, неподдающаяся иногда простой коррекции и необъяснимая, наличие дезурии – симптом, который очень часто пропускается в дебюте из симптомов синдрома хронической болезни почек, стойкие изменения в анализах мочи, стойкие – это дважды выявленные, не с интервалом в месяц-два или несколько лет, а с интервалом в несколько дней. Это отставание в росте, это деформация конечности, это стойкий астенический синдром с нарушением когнитивных функций, особенно у более старших детей, школьников. И это не все синдромы, которые я перечислила, да, вот это более полный, развернутый список основных клинических синдромов и комплексные подходы к ведению наших пациентов по выявлению и коррекции этих основных синдромов. Конечно, на первом месте это базисная терапия. Каждый пациент, как правило, имеет свое основное заболевание, с чем он пришел к хронической болезни почек. Это может быть атипичный ГУС, тогда это таргетная терапия. Это может быть урологическая проблема с рецидивирующим пиелонефритом, и тогда это лечение хронического рецидивирующего пиелонефрита и многое-многое другое. Базовая терапия во главе угла. А дальше это индивидуальная коррекция синдромов, выявленных характерно для хронической болезни почек. Индивидуальное питание, коррекция ныне артериальной гипертензии, коррекция соматогенной и соматотропной недостаточности иммунного статуса, особенно перед трансплантацией, терапия урологической гастроэнтеропатии. Очень большой вопрос, очень большая тема для исследования, когда, в какой момент, при каком уровне скорости клубочковой фильтрации начинаются те самые серьезные изменения доформирования эрозивно-язвенных дефектов с кровотечением со слизистой верхних отделов желудочно-кишечного тракта. И, конечно же, мы с вами участвуем и в медико-педагогической поддержке наших пациентов, и в воспитании комплоентности не только и не столько пациентов, сколько их близких, родных и близких людей, которые находятся всегда рядом. Итак, первый синдром белково-энергетической недостаточности. Я его разместила первым ровно потому, что он всегда выявляется и диагностируется в последнюю очередь. Вот именно так. Мы очень хорошо видим анемию, артериальную гипертензию, замечаем деформацию конечности, можем, пожалуй, сделать гастроскопию и выявлять изменения со стороны желудочно-кишечного тракта на фоне высокой азотемии у ребенка. А вот белково-энергетическую недостаточность диагностировать почему-то на первых ее этапах не можем. Так вот, клинические рекомендации предлагают алгоритмы. Эта таблица – это только начало этого алгоритма с оценкой массоростовых показателей, с учетом индекса массы тела, других показателей, как до окружности плеча, для того, чтобы диагностировать этот синдром, очень важный, грозный синдром. Именно на коррекции белково-энергетической недостаточности можно построить объективно нормальную коррекцию, адекватную коррекцию других синдромов. Не будет в исполнении белково-энергетической потребности. К сожалению, возможности коррегировать все остальные синдромы мы не сможем. У нас не будет. Итак, начинаем мы все с введения пищевого дневника. Если диагностируем белково-энергетическую или подозреваем недостаточность, конечно же, с участием родителей. И с последующей коррекцией все таблицы и информационные материалы представлены в клинических рекомендациях. А вот дальше решаем вопрос о том, как же мы будем восполнять количество необходимых белков, жиров, углеводов и калорий энтерально, энтерально-зондово, энтерально с применением гастростомы или необходимо параэнтеральное питание. Принципы диеты терапии не сложны при хронической болезни почек. Это достаточно высокая калорийность питания. Для любой стадии хронической болезни почек ограничение продуктов с высоким содержанием фосфора, калия и натрия. И таблица с перечислениями этих продуктов представлена в клинических рекомендациях, что очень удобно. Имея на руках клинические рекомендации, мы можем даже расписать диету каждому ребенку с хронической болезнью почек. Очень большой вопрос низкобелковая диета. Да, действительно, она имеет шанс на применение у пациентов с невысокой хронической болезнью почек, то есть с первыми стадиями хронической болезни почек. Если у них нет белковой энергетической недостаточности, тогда возможно проведение низкобелковой диеты, которая частично способствует торможению и прогрессированию почечной недостаточности за счет снижения протеинурии, альбоминурии, протеинурии. Конечно же, может отрицательно влиять на развитие наших пациентов, если не будет своевременной коррекции, как то, например, препаратами кетокислот. Второй синдром – артериальная гипертензия. Здесь может быть все достаточно легко, если мы эту артериальную гипертензию заподозрим. А здоровый ребенок, постепенно привыкающий к артериальной гипертензии, очень редко и очень нескоро будет жаловаться на какие-то симптомы – головной боли, головокружение, тошноты, возможно, рвота. Адаптируются дети настолько хорошо к высоким цифрам артериальной гипертензии, что даже крайне высокие цифры, превышающие 95-е ценительное значение в разы при поступлении. У нас иногда госпитализируются дети с уровнем артериальной давления, превышающие 200 по систолическому артериальному давлению. В этот момент они могут не предъявлять никаких жалоб. Поэтому диспансеризация ребенка с обязательным измерением артериального давления. Измерение артериального давления при осмотре здорового ребенка, начиная с периода новорожденности. И обязательно классификация уровня артериального давления для каждого пациента с учетом той самой классификационной таблицы, которую я вам демонстрирую, которая представлена в клинических рекомендациях. Введение дневника артериального давления, домашнего дневника с исключением синдрома белого халата, проведение суточного мониторинга, определение неоднократно, определение артериального давления в разной ситуации ребенка в стационаре. Все это позволяет нам объективно давать заключение о наличии артериальной гипертензии. Конечно же, обращаем внимание не только на артериальное давление, но и на динамику веса ребенка, на диурезы потери, на объем потребления. Особенно это важно. И речь идет о соблюдении водного баланса у пациентов с продвинутыми формами хронической болезни почек при снижении диуреза или при отсутствии диуреза. У пациентов с хронической болезнью почек пятой стадии. Конечно же, возможности коррекции артериальной гипертензии почти безграничны на сегодняшний день. Нужно сказать, что каждый препарат, который мы используем, это препарат, используемый так называемый оффлейбл, без соответствующей рекомендации для детского возраста. Поэтому только с информированного согласия родителей и с очень внимательным, поэтапным наблюдением за ребенком, получающим препарат по программе коррекции артериальной гипертензии, будь то блокатор кальциевого канала, будь то сочетание блокаторов кальциевых каналах с адреноблокаторами. В определенный момент назначаются ингибиторы ангиотензина, превращающего в ферменты, и блокаторы рецепторов ангиотензина. Все эти препараты, таблицы по назначению, дозы препаратов представлены в клинических рекомендациях. Диагностика артериальной гипертензии, как я уже сказала, достаточно легкий алгоритм. Это измерение артериального давления в трех независимых офисных, так называемых, измерениях и получение цифр более 90 соответствующей, более, выше 95 оценки для соответствующего полу, возраста и роста ребенка. Конечно же, параллельно с измерением артериального давления необходимо провести эхокардиографу, определить так называемую гипертоническую кардиомиопатию или миопатию, осмотреть глазное дно в динамике, исключительно определить гипертоническую ретинопатию, оценить вместе неврологами неврологический статус, крайне важно. И чем старше ребенок, тем это важнее, потому что в симптомах комплекс, вернее, в комплекс терапии артериальной гипертензии обязательно будет входить корректор неврологического статуса, если в этом есть необходимость. И, конечно же, динамика функции почек, для чего это нужно? Чем выше стадия хронической болезни почек, тем больше внимания должно уделяться расчету дозы препаратов, которые выводятся почками с учетом скорости клубочковой фильтрации, с пересчетом скорости, не допуская передозирования препаратов, потому что артериальная гипертензия для пациентов с хронической болезнью почек переносится гораздо тяжелее, чем артериальная гипотензия. Гипотензия переносится тяжелее, чем артериальная гипертензия. Следующий синдром – нефрогенная аномия. Тоже, казалось бы, просмотреть почти невозможно. Бледность кожных покровов, наличие астенического синдрома и в общем анализе крови снижения гемоглобина, казалось бы, и все. А на сегодняшний день любая полиполиклиника имеет возможность определить в общем анализе крови автоматическом размеры эритроцита, насыщение эритроцита гемоглобином и концентрацию гемоглобина в эритроците и многие-многие другие маркеры. Так вот, этого недостаточно для того, чтобы говорить о нефрогенной аномии. Нам нужна концентрация циверточного железа, процент сатурации насыщения трансферина. Формулы представлены и есть калькуляторы для расчета сатурации трансферина и вот существует формула, которой можно легко пользоваться. Концентрация фолиевой кислоты витамина В12. Редко, но все-таки применяем исследование концентрации эндогенного эритропоэтина в случаях, когда упорная аномия нечувствительна к высоким дозам эритропоэтина. И, конечно же, обязательным в лечении нефрогенной аномии является динамическое наблюдение. При правильно назначенном лечении через две недели мы имеем повышение уровня гемоглобина примерно на 10 грамм на литр и гематогрита примерно на 25%. Если этого повышения не возникает, значит, у нас недостаточно не полностью назначенная терапия нефрогенной аномии, либо мы имеем дело с другими причинами снижения гемоглобина. И помня о том, что аномия при хронической болезни почек это результат дезрегуляции системы гемопоэза, уменьшение выработки эндогенного эритропоэтина и изменение, нарушение обмена железа, мы также помним, что классическая аномия, нормохромная, либо гипохромная, нормоцитарная, либо микроцитарная, в определенный момент мы можем в анализе крови у наших детей увидеть необычные эритроциты и макроциты, с лейкопенией, с тромбоцитопенией. И мы будем говорить либо о мелодиспластическом синдроме, о угнетении кроветворения у пациента с продвинутой стати и хронической болезни почек с тяжелой эрумической интоксикацией и с эрумическим повреждением, поражением костного мозга и костно-мозгового кроветворения, либо это эрумическая интоксикация и нарушение метаболизма фалатов ИБ-12, либо это тяжелое поражение желудочно-кишечного тракта с нарушением абсорбции. Вот почему так важно динамическое наблюдение за основными параметрами обмена железа с участием эндогенного или экзогенного эритропоэтина для наших пациентов. Пациенты с первой стадией хронической болезни почек в третье, одна треть наших пациентов нуждаются в коррекции. Для кого-то это только препараты железа, для кого-то достаточно редко это препараты витаминной группы, фолиевая ИБ-12. Крайне редко у пациентов в этой стадии применяются эритропоэтины, а вот для пациентов с хронической болезнью почек 4-5 степени более чем 93%. У этих пациентов есть обязательная потребность в назначении препаратов экзогенного эритропоэтина. В клинической рекомендации также поэтапно расписаны алгоритмы значения эритропоэтина в короткого пролонгированного действия и механизм слежения, когда же нужно остановиться, когда можно сделать перерыв, когда нужно повысить дозу эритропоэтина, когда дело не в эритропоэтине, а в коррекции препаратами железа, витаминными комплексами. Следующий синдром и комплекс – это минерально-кустное нарушение при хронической болезни почек, которые проявляются не только биохимическими изменениями, снижением уровня кальция, повышением уровня фосфора, повышением уровня партироидного гормона, как одного из маркеров хронической болезни почек, эритропоэтина, нарушение метаболизма витамина D и значимое снижение концентрации витамина D и его активных форм в плазме крови, в сыворотке крови. Это и патологические изменения гистологии кости, это изменения на рентгенограмме, это изменения костной плотности, мы можем это определить, проводя денситометрию, это нарушение линейного роста, а стало быть нарушение роста у ребенка. Это и вторая обратная сторона – это кальцифилоксия или кальцификация сосудистой стенки и мягких тканей, кальцификация миокарда, например, кальцификация подкожной клетчатки. Это все симптомы одного синдрома – синдрома минерально-костных нарушений при хронической болезни почек. Первая строчка – это очень легкие маркеры, биохимические маркеры, которые практически всем доступны, мы их можем определить. Обязательным является паратериоидный гормон. Иногда он вносит свой очень большой вклад в дифференциальной диагностике устрого почечного повреждения либо хронической болезни почек. При хронической болезни почек в течение трех месяцев продолжающейся у ребенка паратериоидный гормон всегда повышен. Это действительно уникальный маркер, мы на него опираемся даже в диагностике самого заболевания. Это концентрация витамина D, это сейчас стало доступным, и нам очень важно определить концентрацию витамина D, еще и потому, что назначая препараты витамина D различных групп, мы не должны допустить передозировку, потому что передозировка витамина D – это риск повышенной кальцинации и ухудшение функций почек в связи с отложением большого количества кристаллов при химии почек. Конечно же, здесь очень важна золотая середина и поддержание уровня витамина D на целевом уровне. Очень часто у наших детей с продвинутыми стадиями хронической болезни почек есть необходимость в определении маркеров как остеопластического процесса, так и остеокластического. Это остеокальцин, это бета-крус-лэст-тест. Нередко, вернее, не часто, но все-таки, обычно это все-таки большие исследовательские центры, мы определяем фактор роста фибробластов 23. Очень редко, крайне редко, когда встает вопрос, скажем, о дифференциальной диагностике опухолевого процесса у наших детей, ну, например, с развитием бурой опухоли, которая является классическим примером хронических минерально-костных нарушений, мы прибегаем к биопсии костной ткани. В нашем стационаре вместе с специалистами лучевой диагностики мы построили такую нехитрую, достаточно простую дифференциальную диагностику минерально-костных нарушений, которые по патологическим изменениям костей при наличии данных дополнительного исследования позволяют поставить наиболее вероятные диагнозы. Этот диагностический алгоритм мы, конечно, предлагали больше не нефрологам, а педиатрам для того, чтобы было легче и быстрее сориентироваться в огромном количестве заболеваний, схожих с хронической, минерально-костными нарушениями при хронической болезни почек. В клинических рекомендациях представлены целевые значения кальция, фосфора, ионизированного кальция, интактного партириоидного гормона. Мы опираемся на эти данные, проводя нашу коррекцию. Лечение вторичного гиперпаратиоза, оно комплексное. Лечение, по сути, это лечение минерально-костных нарушений при хронической болезни почек. Это и назначение препаратов кальция, которые играют роль как биндера, так и донаторов кальция. Это ограничение потребления фосфатов и назначение витамина D. При высоком уровне фосфора применение фосфатбиндеров, не кальций, содержащих фосфатбиндеров. Это не кальциемические аналоги метаболитов витамина D, как топарикальцитолы, цинокальцитит. В методичке, представленных клинических рекомендациях, представлены схемы, доза. И это удобно, это всегда под рукой, это не нужно запоминать. Такая большая справочная информация есть в клинических рекомендациях. Еще один синдром, который редко выделяется, как отдельный синдром, но о нем нужно сказать. Синдром водно-электролитных нарушений, особенно если речь идет о повышении уровня калия, особенно если этот уровень больше 7,5, это прямое показание для заместительной бочной терапии. Любое повышение калия больше 5 ммол на литр в повторных изменениях, это уже сигнал тревоги. Поэтому мы обращаем на это внимание, применяя корректоры гиперкалемии, и они тоже всем представлены в клинических рекомендациях. Коррекция гипер- и гипокалемии, гипер- и гипонатриемии, гипер- и гипокальциемии, и также коррекция магния, фосфора, хлоридов, гидрокарбонатов, микроэлементов. Все это, абсолютно все, необходимо для того, чтобы нормализовать и водно-электролитное нарушение пациентов с хронической болезнью почек. Достаточно легко нормализовать метаболические нарушения в виде ацидоза. Метаболического ацидоза всегда сопутствует нашим пациентам, рассчитав гидрокарбонат в виде внутривенного введения, если это стационарный ребенок, либо введение внутрь, для приема внутрь. Помимо гидрокарбоната мы используем также цитрат, который защелачивает внутреннюю среду, сыворотку крови, цитратную смесь или цитрат в виде оптичного раствора, цитрат 1% для коррекции метаболического ацидоза. Еще один синдром достаточно тревожный, потому что он во многом определяет перспективы дальнейшей жизни, жизни и развития ребенка. Это соматогенная, соматотрубная недостаточность, это проблемы роста. На сегодняшний день есть возможности коррекции соматотрубной, соматогенной, то есть связанной с соматическим заболеванием, никак не связанной с гипофизарными нарушениями у наших пациентов. Важно, чтобы мы определились с коэффициентом стандартного отклонения, насколько низок этот коэффициент, насколько высок этот коэффициент стандартного отклонения и все, что более третий перцентиль, это повод для того, чтобы думать по ростовым показателям, для того, чтобы думать о соматогенной, соматотрубной недостаточности и решать вопрос о назначении гормона роста. А вот для назначения гормона роста, конечно же, есть еще очень много ограничений. И до того момента, пока мы решаем вопрос с назначением роста, гормона роста, мы исследуем ребенка вместе с неврологом, исключая эпиактивность, определяемся с глазным дном, исключая признаки внутри черепной гипертензии, применяя при этом ряд дополнительных исследований, а определяемся с полной, адекватной коррекцией фосфорно-кальциевых нарушений. Только в этом случае, только при полной коррекции минерально-костных нарушений, возможно, назначение соматотрубного гормона, иначе возможны переломы на фоне быстрого линейного роста кости при несовершенном остеогенезе. Все это нужно учитывать, обязательно учитываем уровень тиреоидных гормонов, параллельно с гиперпаратириозом у детей с тяжелой интоксикацией, румической интоксикацией, развивается снижение функций щитовидной железы, гипотириозы, и это тоже нужно помнить и обязательно коррегировать. Оценку физического развития очень легко переносить на соответствующие схемы, графики. Мы работаем также с использованием методических рекомендаций, которые опубликованы нашими коллегами-эндокринологами из Центра эндокринологии еще в 2017 году. Это очень удобно, потому что очень наглядно и для нас с вами, и для родителей. Насколько хорошо коррегируется состояние, настолько благополучно выглядят кривые роста у детей на соответствующих графиках. Хочу только остановиться на том, говоря о терапии гормон роста, что доза гормона роста для пациентов с хронической болезнью почек превышает, в разы превышает стартовые дозы для детей, например, с лечением гипофизорного анонизма. Связано это с тем, что рецепторы, эпитопы гормона роста блокированы, вероятнее всего это предположение, блокировано аэромическими токсинами для того, чтобы достучаться до своих эпитопов, до своих рецепторов применяются вот такие высокие значения. Это отработанная схема. Опять же, остановлюсь на том, что мы в клинических рекомендациях найдем поэтапные шаги к назначению гормона роста для детей с хронической болезнью почек. Конечно же, нужно вовремя прервать лечение, либо это достижение целевого возраста, либо закрытие эпофизорных зон, либо развитие нежелательных хреблений, о которых я сказала, это переломы, эпофизиолизы, и это, к сожалению, неоплазия, это побочное действие гормона роста. Заместительная почечная терапия очень важный этап лечения наших пациентов с хронической болезнью почек пятой стадии. Дети получают всю комплексную синдромную метаболическую терапию, корригирующую их состояние, но в определенный момент возникает необходимость стартовать с заместительной почечной терапии. Об этом говорят метаболические нарушения состояния ребенка. Иногда скорость клубочковой фильтрации не настолько низка, насколько выражены электролитные нарушения и настолько тяжело общее состояние ребенка, например, отечный синдром, артериальная гипертензия. И в этой ситуации решается вопрос о старте заместительной почечной терапии помимо биохимических показателей по жизненным показателям ребенка. Гемодиализ, перитениальный диализ, автоматический перитениальный диализ, заместительная почечная терапия в остром периоде это продолженные методы заместительной почечной терапии. Все это на сегодняшний день позволяет заменить функцию почек в плане дезинтоксикационной функции. И только лишь это никоим образом не позволяет нам прекратить терапию, комплексную терапию, посиндромную терапию, о которой мы сейчас так долго говорили. Конечно же, все дети, переступившие этап хронической болезни почек пятой степени, в идеале должны наблюдаться в листе ожидания трансплантолога. И выполняются все необходимые мероприятия, чтобы ребенок был всегда готов к проведению трансплантации. Да, действительно, не каждый ребенок по состоянию здоровья может быть, не каждому ребенку может быть пересажена почка в данный момент. У нас очень много пациентов, которые с отказом от вакцинации не имеют возможности преодолеть этот последний рубеж перед радикальной заместительной почечной терапией ровно потому, что не имеют вакцинации. Так вот, определенный прививочный план, достаточно интенсивный, компенсация всех других синдромов и симптомов хронической болезни почек – это и есть подготовка ребенка к радикальной заместительной почечной терапии, трансплантации. Он продолжает наблюдаться нефрологом и специалистом по заместительной терапии, участковым педиатром, кардиологом, гастроэнтерологом, эндокринологом, окулистом, неврологом, наверное, нет ни одного ортопедом, ни одного специалиста, который не наблюдал бы наших пациентов. Это и психологи, это и психиатры в ряде случаев, это и педагоги с определенным уклоном, с ордопедагоги, например, у детей, потерявших или имеющих сменение слуха на фоне хронической болезни почек. Конечно же, это такой классический мультидисциплинарный подход. Именно он определяет эффективность терапии, эффективность наблюдения и вот тот самый благоприятный прогноз для жизни каждого пациента с хронической болезнью почек. Очень коротко. Конечно же, в наших клинических рекомендациях в самом конце есть указания на силу и качество уровня убедительности клинических рекомендаций и уровня достоверности доказательств наших рекомендаций на сегодняшний день не так велики. Вы увидите достаточно много рекомендаций с буквой B и немало рекомендаций с буквой C. Это не значит, что им нельзя верить. Это рекомендации, которые апробированы и представлены по результатам работы огромного количества специалистов и центров, работающих десятки лет с пациентами с хронической болезнью почек. Да, у нас практически не было много центровых исследований, поэтому мы не можем похвастаться той силой и качеством рекомендаций, как у взрослых. Но это программа будущего. Это значит, что там есть к чему стремиться. Это значит, что в ближайшее время мы получим новые доказательства того, что мы делаем правильные шаги в диагностике и лечении наших пациентов с хронической болезнью почек. Итак, наши клинические рекомендации, построенные на алгоритме действия лечащего врача, с возможностью, как я уже сказала, в самом начале коллективного принятия решения, считайте, что весь коллектив авторов клинических рекомендаций вместе с вами принимает решение по диагностике лечения каждого пациента с хронической болезнью почек во благо этого пациента. И на сегодняшний день тот документ, о котором я говорю, клинические рекомендации ХБП-дети, он рекомендательный, но он имеет законодательную основу. Поэтому применяем его. Возникают вопросы, всегда можно связаться с основными специалистами. Я желаю всем успехов и успехов не только специалистам, но и нашим пациентам, их родным и близким. Благодарю вас за внимание.